Саша Дилек, с вами Буддистка Кэт. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас 8 июля 2020 года. Мы находимся в Индии, штат Гоа, Арамболь. Я собралась погулять. И снова пошел дождь. Весь день идет. Весь день загружала видео, не могла опять никуда пойти. Ну вот, 5 часов вечера выбралась. Сегодня вот так пойду. Еще взяла угощение для коров. Вот там шкурка папайи и бананы. Коровки такое любят. Дождь, уходи. Я хочу погулять. Уходи. Кто-нибудь помнит, вот что означает пузыри на воде? Это что, дождь будет долго или наоборот, что будет короткий дождь? Что я не помню. Помнишь, что пузыри что-то означают? А что? Нужна помощь зала. Ладно, подожду немного и пойду. Может быть, потише дождь станет. Мне-то, в принципе, все равно, как ходить. Могу и под дождем, могу и без дождя. Просто обидно, что снимать не получается, когда вот так заливает. Хочется швам показать, как тут у нас дела. Ну, а дела пока вот так. Ой-ой-ой. Не заливай там объектив. Вот там я. Все. Река вышла из берегов. Совершенно. Я пока там на этот мостик забралась, чуть не утонула. И тапок чуть не это, не уплыл. Представляете? И мост этот опасный какой-то вообще. Такое ощущение, что сейчас разрушится. Ребята, вон рыбу какую-то ловили сетью. Пагутка, конечно, ой-ой-ой. Что-то дождевик этот дурацкий совершенно. Капюшон какой-то постоянно вот так вот сваливается. А еще с него что-то истекает. Надо какой-то другой посмотреть. Более плотный, что ли. А то это такой. Не то не сел. И вот снова вышла Герковада Роуд. И пойду сегодня направо вот туда. Пойду посмотрю, как там, куда я выйду. Я примерно представляю, куда я выйду. Но интересно, вот сама дорога. Как там, чего. Интересно, что да, вот видите, какой у нас тут дождь. Особо не поснимаешь. Ну, теперь зато у вас тоже есть представление, какой он сезон дождей. Потому что теперь, да, на полную катушку будем представлять. Ой-ой-ой, заливает. А я тут спряталась под пальмой. Добралась я вот до Герковада. Сейчас буду сворачивать. К сожалению, закрыты супермаркеты. А, она тут еще какой-то. Ну ладно. Ничего страшного. Идем дальше. Ну, какие потоки воды. Воды очень много. Очень. Сейчас пойду через площадку. Там, где дорога с домиком Рози. Туда. Я тут, кстати, коров видела. Нет, так давно. Вот мне бы их надо обнаружить. Ну, как все мхом поросло. Старый домик. Хэнда Лума трейнинг-центр. Дизайн и девелопмент-центр. Директ Тарат Индустриз. Чего-то там. Вот этого слона я помню. Прикольный такой. Разливы, разливы. А там море впереди. Но к морю не пойду, наверное. Оно сегодня такое, наверное, опять бушующее будет. Я вам его в следующий раз покажу. Надеюсь. А пока идем, идем. Гулям, гулям. Мне кажется, из-за дождя все коровы разбрились. Кто куда. Опять есть растения на стенах. Так смотрится интересно. Там такое серое небо. Кстати, представляйся, я шла сейчас и я увидела, как на меня додвигается дождь. Это слово мне не передать. Я прям увидела эту стену из вот этого вот потока, из этих капель. Так интересно. У меня вообще сегодня небольшой юбилей. 8 ноября 2019 года я приехала в Индию, в Гуа. А сегодня у нас уже 8 июля. Бух. Доп. Так что вот, 8 месяцев я в Индии. Аж не верится, если честно. Ой, да. Надо отпраздновать. Ой, шумит, мой, ой, шумит. Слышите? Как шумит. Прям как будто бы поезд товарный едет. ой, да, ой, да, вот. 8 месяцев как маленькая жизнь пролетели. Столько всего случилось. Интересного, столько новых знакомств, каких-то уроков. вы слышите, что дорогу положили. Новая дорога. Я еще один участок дороги тоже заметила, что положили. Какие молодцы. Вот, тоже что-то новое. все. Все течет, все меняется. Трансформируется. Да. Кто-то в комментариях писал, как уныленько. Да. Сейчас уныленько. Смотрите, какая веселая, позитивная картинка. Кажется, там обезьянка нарисована. Еще что-то. Это, кажется, сова. О, птички. Сердца. Полный психодел. Пхумикала кендра. Ну, еще выглядит достаточно уныло, потому что уже вечереет. Да, у меня реально не было никакой возможности выйти раньше. Может, что-то придумаю, с интернетом. Но это не точно. Пока гуляем, гуляем. И вы со мной гуляете. Это здорово. Не просто так хожу. кому-то знакомые улочки покажу. Вот этот магазин, кстати, работал. Что-то он закрыт. Может, чисто на это. Ну, они не допоздна работают. сейчас где-то может полшестого или сколько. Или шесть. В общем, около того. что-то палит. Ой, что палим. и вот я снова, как и вчера, на Майн Роуд. Пробралась дворами, переулками. вот оттуда вышла. где дядечка сейчас прошлась. Посмотрела. Розе непонятно. Что-то там вроде свет горит, но ее нету. Кто-то не знает. Там жилье такое. Тоже, блядь. А подошла еще. Там построили какой-то типа нового отельчика. А, там все забаррикадировано. дядя так посмотрел. Типа не помешаю ли я тем, что пройду. Ну что, я потихоньку двигаюсь дальше. Посмотрю, может, найду какую кафешку еще. Сона говорила, что-то там еще работало. Что-то там вкусненькое давали, но что, не помню. Пойду искать. Коров, к сожалению, нет. и собак тоже. Все покрятались. О, вот мы и встретились. Только не порви тряпочку, коровушка. Смотри, что я тебе принесла. Будешь? Нет. Нет. не бойся, это вкусно. Бредный аппетит. Кушает коровку, кушает. Класс. Я ролик. дождь уже почти закончился. Но надолго ли неизвестно? Что-то нормально так открыто все это вот. Вот это вот, что это щиток. Даже мне как-то все это непонятно. Заходить или не заходить в магазин, вот в чем вопрос. Ай, по времени пока. Ой, слышите, птицы запели. все чудесно, все прекрасно. Дреды надо. Ом раз-то. Я бы сейчас чаю выпила какой-нибудь. Чаю и ноги погреть. а потом можно и повесить. Маска эта такая промоклая, она такая на кого я похожа, дорогие зрители. Напишите в комментариях. Вот когда нет дождя, все хорошо, все прекрасно. ничто не обращается на душу жизни. А кто это тут у нас? Hello, hello. 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 I'm okay. How are you? Very good. Понятно. Весь в товарах. Весь в товарах. Чай будем пить? поехали кататься. За самыми вкусными бургерами едем. Надеюсь, что они открыты. А то что все в рамболе-то в рамболе. Пора уже покататься. вот и дождь перестал. Что нам только на руку? Еще немного северного Гоа для вас. видите, какую дорогу сделан классную. Положили асфальт. Наш старый знакомый. Да. Хочешь? Едем, едем. м м м м м м м м м Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А вот и вечерний Сиолим во всей своей красе. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Хе-хе-хе, чё это? Ой, чё это? Поровна дорога А вот тут приют для коров Много-много коров тут Все никак я не попаду туда Но очень бы хотелось Это Лакшми Темпл, сюда мне тоже очень хочется попасть Чё, когда-нибудь обязательно Приехали И работает Как я рада, что они работают Бургеры мои любимые Я скучала Ой Помните наш старый знакомый? Супер бургеры Сейчас хоть отсох, но немного Мы под дождь попали Опять как цуцик парамукла Класс Надо заказывать Многолюдненько Тут многолюдненько И шумно И тут интерьер немного поменялся Так красиво все сделали Молодцы ребятки Ну мы, пожалуй, посидим там, где не очень шумно Правда, ничего не видно Ребята сидят, кричат Чего кричишь? Ну Не кричи Все же хорошо Ой, тут раньше, кстати, диванчики стояли Куда диванчики подевали? Все вниз отнесли, да? Ой, темнота Решили все-таки внизу посидеть Тут светлее Чаек принесли А я салфеткой мне ноги сушу Какая музыка душевная Вы все не представляете Индийская романтика Ты еще так посидишь Какие-то видосики смотрят Понятные Ты, как я говорю, видосики смотришь Как развлекаются Кто там, свадьба, да? Как развлекаются индийцы на свадьбе А, это потому что коня Сука Все видосики на свадьбе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Правда, сейчас мне надо переводчик, а то я не знаю, как это по-английски... Взяли вот корма для котят и для собачьей... Средств от блох не было, но зато... Мне пришла мысль, что можно онлайн посмотреть, может какой-нибудь магазин... Положим в багажник, пожалуйста... Нету места? Ну хоть большое положим... Итак, я дома, все замечательно... По-моему, отлично мы отпраздновали мои 8 месяцев... В Индии... Я правда забыла о шоке сказать... А не, я ему говорила вчера, наверное... Или это я маме говорила... Запуталась... Как всегда, у меня что-то вот... Одна мысль здесь, другая там... Кому что говорила, иногда путаюсь... Да... Ну, как я уже сказала... Вообще просто вот... Эти 8 месяцев, они так быстро пронеслись... Настолько всего интересного было... И столько опыта... У вагона маленькая тележка... Приеду в Минск, буду еще все это... Осознавать и распаковывать... Весь этот свой багаж... Это очень круто... Но при том, что вот, знаете, вот все-таки... Еще в Минске все-таки я как бы начинала проводить всю эту... Подготовительную работу, да... И потом приехала сюда и... И я с этого... Начала опытом докрывать... Да, но все-таки... Нужны всегда какие-то предпосылки... Ну, то есть... Что-то, чему-то предшествует... Причина-следственная связь, правильно? Правильно... Сначала должны быть какие-то причины... А потом будет уже приходить вот что-то... В виде действий... Ну, все как карма, уже карма, да... Сначала ты сделал то-то, получил вот это... Так и тут... Ну, я думаю... Ну, конечно, там... В комментариях написали... Самый лучший карантин... И в Ашраме, и потом здесь... Ну, до этого тоже какие-то... Но сначала я когда сюда приехала... Помните, вот... Если кто помнит... Как тут было осенью... И в начале зимы я тут что-то ходила... Начала вот я с собой вот эту вот всю работу... По самоедству и прочее... В Ашраме я уже конкретненько так за нее взялась... И сейчас я вот уже продолжаю, да... С этим все дело... О чем блог? О чем влог? В моей жизни, да? Как можно жить? Как можно работать с собой? Мысли плавают... Да, ну, это я к тому, что... К тому, что... Работа кипит. Вот к чему. То есть, что-то вот... Я делала год назад... Я изменилась... И продолжаю меняться... Что-то происходит еще сейчас... И будет происходить, да? А куда это все заведет? Тоже... Скоро узнаем... А пока не буду вас больше грузить... Мне приходит ночь... И приходит... Надо поговорить, да? А то я уже совсем с ума схожу... Ну, ничего... Мы как бы общаемся онлайн с девочками... Может быть, с Вероникой встретимся... Вот мы с ней все переписываемся... Они же вот с мужем в мордзе... Пока не решаются приехать... Потому что дожди постоянно... Раньше тут же было как... Ночью дождь... Днем солнышком... А сейчас вот... Как-то дождь как зарядил днем... Так вот они говорят... Мы пока никуда не выбираемся... Но если будет у них возможность... То они приедут... Вот... И мы встретимся... Сона, может быть, встречу... Так что мне тут особо-то не скучно... Кто-то переживал... Все хорошо... Если я выхожу отсюда, да... Иду куда-то гулять... То все хорошо... А бывает, да... Ну, грущу, когда... Когда, да... Когда в замкнутом пространстве... Ну, еще бы... Но, опять-таки, заняться всегда есть чем... Какие-то онлайн-обучения мои... Монтаж тот же самый... Инстаграм... Тут... Ох... Тут не до скоки... Так что все замечательно... Просто мне было тут непривычно... Именно вот... Столько дождей... Кому бы было бы привычно... У нас в Минске почти так же... Бывает... Ой, да... Не всегда, но да... Тоже, как знаете... Не самая солнечная зона... Минска... Ой, ладно... Я что-то, наверное, подустала опять... Даже не то, чтобы подустала... Но просто впечатление, как всегда, море... Один тапок... Чуть не уплывал... Я просто не снимала... Но у меня чуть не уплыл тапок... Что происходит... Но весело, весело, да... Так что продолжаем в том же духе... Продолжаю снимать для вас, дорогие зрители... Я вас очень-очень люблю... Благодарю за то, что вы рядом... За то, что смотрите, комментируете... Ставите лайки... То есть вот так вот... Очень-очень радует меня... Поэтому я вам очень-очень благодарна... Просто вот от всего сердца... И желаю вам... Всего самого доброго... Светлого и прекрасного... Чтобы вы были здоровы и крепенькие... И чтобы близкие были здоровы и крепенькие... До новых встреч... Пока-пока... Лучки добра и любви... Всего вам... Пока-пока... Завтра... Завтра... Сто процентов... Поснимаю украшения... Я уже их отнесла кашоке... Все... Назад пути нет... Буду снимать... Я не знаю... Я не знаю... Который раз тоже говорю... Что я поснимаю... Ну все... Честно-пречестно... Завтра снимаю... Никаких отмазок больше... Все... Железно... Хотя бы просто... Покажу общим планом, что есть... Хорошо, что в наличии... Потому что с этими своими вот... Заморочками в голове... Я так никогда ничего не снимала... Ладно... Я прошу... Понять... Простись... Каюсь... Завтра поснимаю... Все... Спокойной ночи... Ну или доброе утро... Или добрый день... Пока-пока...